Белорусские гипермаркеты постепенно начинают отказываться от полиэтиленовых пакетов, и мы решили узнать, какие альтернативы представлены в торговых сетях страны. Бумажные пакеты — это достойная альтернатива, в связи с тем, что она преследует именно ту программу, которую преследует наше государство, эко. Далее — это компостируемые пакеты. Аналогично при определенных условиях и температуре пакеты полностью разлагаются и в последующем превращаются в биомассу, которая может использоваться как удобрение. Производители предлагают пакеты из полипропилена и фторсырья, уже переработанных материалов, что в дальнейшем исключает либо минимизирует использование одноразовых полиэтиленовых пакетов. У многоразовых пакетов нет точного срока годности, и в зависимости от того, как часто вы делаете покупки, вы сможете использовать такой пакет до двух лет. Вот один из вариантов альтернативной упаковки — многоразовое использование «Спанбонд», который выдерживает более 12 килограмм, прекрасно подходит для, наверное, семейных покупок. Каждый поход в магазин со своим многоразовым пакетом экономит нам 20 копеек, так что стоимость эко-сумки быстро окупится. Использовать эко-пакеты полезно не только для окружающей среды, но и для продуктов питания. Когда мы кладем фрукты и овощи в полиэтиленовый пакет, то, во-первых, образуется конденсат, во-вторых, так как среда замкнутая, воздух не поступает, не циркулирует. Размножаются различные микроорганизмы, неполезные для человека. В бумажном же пакете наоборот. Бумага дышит, и туда поступает воздух, и продукт так быстро не портится. Существует миф о том, что бумажные пакеты чаще рвутся и выдерживают меньше веса. Однако нам удалось лично увидеть, что этот вид пакетов стабильно выдерживает 25 килограмм. Поставщики утверждают, ресурсы есть для полного перехода на бумажные пакеты и отказ от пластика. Главное – спрос. В случае же, если бумажный пакет упадет, например, на землю, то в течение полугода он исчезнет полностью. И для этого не нужны никакие там ослабые условия, альгидекомпосты и так далее. Но лучше всего это, если люди этот пакет положат в специальную урну. На сегодняшний день, если вы видите, у нас в стране потихоньку развивается раздельный сбор мусора. Согласно нововведениям, торговые сети должны иметь в наличии бумажные пакеты, посуду и приборы, чтобы потребители могли сами выбирать вариант упаковки. Это будет способствовать постепенному переходу на использование экологически безопасных материалов.